Снег, снег и еще раз снег. Обильные снегопады создают много хлопот для хозяйствующих служб города. Какие конкретно снежные проблемы обсудили на еженедельной городской планерке, расскажет Софья Мулеева. Василий Пономарев, возглавляющий управление гражданской защиты населения, сообщил на аппаратном совещании, что берские спасатели в воскресенье в 4 утра выезжали на разбор завалов пристройки кафе-бару Родня. За прошедшую неделю это было не единственное обрушение крыши в Новосибирске. В связи с этим хочу рекомендовать и требую принять меры руководителя всех объектов, имеющих здания, любые здания, живые, нежилые, осмотреть крыши и кровли зданий и принять меры к очистке их. Особенно это касается большепролетных зданий, которыми являются здания сооружения, покрытие которых выполнено с применением большепролетных, более 36 метров и без промежуточных опор. В Бирске только одно здание соответствует данным параметрам – это ЛДС. Еще 2-3 здания к ним приближаются. Все они были обследованы на опасность обрушения в минувшее воскресенье. Еще одна опасность в зимнее время – это снежные навалы вдоль дорог, создающие доступ к ЛЭП, а это может быть опасно для жизни. – Хотелось бы обратиться к средствам массовой информации всем предприятиям, организациям, которые занимаются очисткой территории от снега. Именно касается не сдвигали и не наваливали снег под провода, соблюдали требования охранных зон воздушных линий. – Поселок Новый, светлый, посмотреть гуртование снега. – Особенно по поселку Нового, гуртование снега, так называемый снеготвал. Идет рядом менее электропередача. Бескомпромиссную борьбу со снегом почти в круглосуточном режиме ведут городские коммунальные службы. Однако сил явно не хватает, ведь паводок уже не за горами. – За эту неделю вывезено 6,5 тысяч кубличных метров снега силами ЦМУ, и плюс порядка 7 тысяч вывезено подрядами организаций. Сейчас управление ЖКХ прорабатывает вопрос, собирает документы для рассмотрения их на комиссии ПЧС в преддверии паводка. – 22 территории у нас находятся в зоне потопления, то есть это по придомовым территориям. То есть они у нас все осмотрены на прошлой неделе. В двух случаях мы увидели нарушение. И тут начинается настоящий разбор полетов. – У каждых объектов есть зона сопряжения, у каждых. И там вот это переталкивание снега приводит к этим кучам. Мы их потом окульптуре гуртом называем, а по своей сути это куча снега, которую потом начинаем искать хозяина. На каком уровне находится решение вопроса? – Мы ищем хозяина, Евгений Анатольевич, мы вывозим эти кучи. И, соответственно, договоримся с правильными компаниями, чтобы они нам помогали. Сколько из 22 объектов приступили к вывозу снега? Мы еще не приступили. Сейчас надо приступать. Хорошо. Надо приступать. Детский сад 16-й показал, 15 КамАЗов вывезли. Практически, так сказать, только одну третью выполнили. А это 15 КамАЗов. Такими темпами, с тем количеством техники, 22 объекта – это объем работы очень большой. В итоге глава дает поручение своему заму Владимиру Захарову взять эти 22 территории на личный контроль и еженедельно докладывать о ходе выполнения. Следующий отчет по работе транспорта. И здесь опять о нем, пресловутом сибирском снеге. Процент выполнения планового количества рейсов по городским маршрутам продолжает оставаться стабильно высоким. Это 99% всего. В отдаленные районы выполнено 100% от запланированного количества рейсов. Я хочу услышать более конкретные вещи, более конкретные, Надежда Олеговна. Какие? Привожу пример. Я уже просил, даже приводил, так сказать, форму отчета, которая должна быть, потому что оперативность должна в решении вопросов. Так то есть? Колейность. Снежная колейность. Сколько этих участков? Как устранено? Второе. Обзор видимости. Сколько этих участков? Сужение дороги. Сужение дороги. Да. Лотковая часть овальная происходит с таскиванием машины к средней части дороги. Вот эти, мне цифры нужны. Общие слова усилять, улучшать это проходили уже. Отчет главу не устроил. В режиме диалога выясняются некоторые подробности тех проблем, с которыми сталкиваются водители и перевозчики. Остановочные площадки, подъезды? Очищены. Были замечаниями которые? Нет. Не было? Хорошо. Сужение дороги? Были. Сколько устранено и сколько было замечаний? Было два замечания. Это поселок Новый, кольцо разворотное в микро-районе Белокаменном. На прошлой неделе в четверг все устранено. Ну, я далек от истины, что все завершено. Ну, вот именно по тем замечаемым. Ну, значит, объезды, Владимир Николаевич. Не хочу сидеть и пытать, но это цифра далеко от реальности. Далеко от реальности. Если мы не будем иметь статистику и не будем к этой статистике иметь планы, то это называется бесконтрольность. У меня это не устраивает. И жители города не устраивает. Коснулись и конфликта между водителем и пассажиркой маршрутного такси, обнародованным в СМИ, в результате которого водитель вытолкнул женщину из салона. С министерством транспорта мы связались, как с уполномоченным органом. Ситуация находится у них под контролем. Ведется служебное расследование. Перевозчик ИП Шестакова по результатам дисциплинарной проверки водителю все эти меры дисциплинарного взыскания будут предъявлены. Ну и также ведет разбирательство полиции. Высоко оценили на совещании городской открытый урок, посвященный блокадному Ленинграду. Хочется отметить и педагога, и режиссера, который делал это мероприятие, потому что, глядя на реакцию детей, которые присутствовали на этом мероприятии, они вот от начала и до конца прямо были очень впечатлены этим содержанием. Была такая тишина в зале, и даже балкон у нас весь молчал. Оксана Макриенко сообщила также, что 24 февраля в Берск собирается приехать с концертом за байкальский ансамбль ФСБ и высказала пожелание назначить городской митинг в честь Дня защитника Отечества именно на этот день. Глава города, в свою очередь, выразил желание видеть на День ВДВ недавно выступивший у нас ансамбль «Голубые береты». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!